Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Сегодня мы с вами поговорим об аромате Mont Guerlain, который вышел в 2017 году. На данный момент уже существует несколько флангеров этого аромата, где акценты расставлены больше на звучание розы, где добавлены фрукты, которых не было в изначальной композиции. Однако на данный момент, ознакомившись со всей этой линейкой, я выбрала для себя именно первоначальную версию этого аромата. Он заключен в очень красивый флакон, граненый, с замечательной крышечкой. У этого флакона прекрасный распылитель, его можно наносить достаточно щедро. У меня туалетная вода. Ну давайте же рассмотрим его композицию. В верхних нотах Mont Guerlain — лаванда и бергамот. Средние ноты — жасмин, ирис и роза. В базе достаточно много таких, знаете, обволакивающих, очень уютных, очень приятных и расслабляющих нот — это ваниль, сандал, пачули и лакричник. То есть это такое звучание французского поля в Провансе, где выращивают лаванду. Мне посчастливилось однажды побывать в городе Грасс. И я вам скажу, что да, вот это звучание лавандового поля действительно можно прекрасно услышать в Mont Guerlain. Конечно, нота лаванды довольно быстро выдыхается, но ее красотой насладиться очень даже можно. Аромат был создан Тьерри Вассером, автором Lancome Hypnose. Это такой, знаете, love-hate аромат, как говорится. Многие его любят, многие его ненавидят. Я им наслаждалась, мне он безумно нравился. Ну и, конечно, какой разговор о Mont Guerlain без обсуждения его героини, главной героини — Анджелина Джоли. Итак, представляю ли я Анджелину Джоли в роли женщины, которая может носить подобный аромат? Да. Но здесь стоит сделать поправку. Я могу представить современную версию Анджелины Джоли, ту Анджелину, которую мы видим сейчас в ее нынешнем образе. Потому что ту Анджелину Джоли, которая взорвала Голливуд, ту Анджелину, которая сыграла знаковые роли раскованных, безбашенных девушек, которые покоряют мужские сердца, рискуют жизнью. Конечно, с таким образом Анджелины, с той эпохой начала двухтысячных, этот аромат не ассоциируется вообще. Теперь давайте с вами попробуем предположить, почему именно Анджелину Джоли выбрали именно для Mont Guerlain. Я думаю, секрет прост. Если ты предприниматель, если ты занимаешься товарами для женщин, в том числе парфюмерией, косметикой, если у тебя есть доступ к Анджелине Джоли и возможность привлечь ее к работе, как можно ей не воспользоваться. Я прекрасно понимаю команду ребят, которые избрали именно ее, потому что Анджелина Джоли способна продать все, что угодно кому угодно. Этот аромат прекрасен не только тем, что его представила Анджелина Джоли, но это один из приятных бонусов. На момент выхода этого аромата я не увидела в нем ничего особенного. Сейчас он понравился мне гораздо больше и, как ни странно, я связываю это с тем, что прошло два года и я до него доросла. Потому что в 2017 году мне было 25, сейчас мне 27 и он нравится мне гораздо сильнее.